Португалия. Как давно я мечтал попасть сюда. Наконец-таки в 2022 году моя мечта существилась и даже превзошла все ожидания. Помимо столицы Лиссабона я посетил португальский остров Мадейра, самую западную точку Европы Месс-Рока, город Синтру и родину Портвейна, город Порту. Не буду тянуть, давайте по порядку. Начнем с самого первого места города Лиссабон. В этом выпуске я расскажу про правила въезда в Португалию, покажу сам процесс прохождения границы, прогуляемся по значимым местам Лиссабона, попробуем местные блюда и напитки Португалии. В середине выпуска отправимся к Атлантическому океану, на мыс Рока. Попробуем полетать на дроне, посетим город Синтра и множество дворцов и замков. А в конце выпуска отправимся на остров Мадейра. По традиции моего канала я всегда делюсь полезными советами для путешественников, озвучиваю все цены и как можно сэкономить. Мне с трудом удалось уместить целых три насыщенных дня в этом выпуске, поэтому прямо сейчас ставьте лайк, пишите комментарии с словом Португалия или Лиссабон, подписывайтесь на группу путешественников ВКонтакте, Ютуб и Телеграм-канал, чтобы не пропустить новые выпуски из различных стран и городов на моем канале Travel Forever. В общем, мы отправляемся в Лиссабон, вот он, Лиссабоа. Получается, прикладываете билетики и проходите дальше. В принципе, ничего сложного. Ну, дальше осмотр и проходите, то есть, если у вас электронный билет и регистрация, то есть, то есть, то есть, проблема. Все, вылетаем дальше, летим в Португалию, город Лиссабон. Пошли только что, так сказать, контроль. И, как бы, никакой регистрацию нету, просто онлайн регистрируйтесь, предъявляете QR-код на стойке и все, в принципе, проблем вообще нет. В общем, ситуация, ну, точно такая же, как по вылету из Венгрии. Поэтому идем дальше, на посадку. Ребят, у нас тут Эль-проблема нарисовалась. Сидим, вот, получается, ждем вылета в Лиссабон. И вот, кто сидит, получается, вот на тех, как бы, скамейках, у них начали спрашивать либо вакцину, либо ковид-тест. Вот, это компания Рейн-Айр. Визер мы летали в Испанию, ничего вообще не спрашивали. Вот. Но дело такое, что мы, как бы, ничего не делали. И мы, как бы, у нас легенда, что мы летим по транзитам на Модель. Но хотя у нас транзитов через два дня, по сути, это, как бы, не транзит, считается. Вот. И я не знаю, сейчас, что произойдет, но времени абсолютно нет, делай какой-то тест. Вот. И, возможно, так пройдем, короче. Всем легким движением рука циферка 5 превратилась в циферку 8. Но это так, на крайний случай, если какие-то будут полностью снарядились, если что, готовые к обороне. Вылетаем в Лиссабон. По-английски, кстати, он пишется почему-то Лиссабон. Либо по-португальски. Ну вот, ну, надеюсь, не будут спрашивать ПЦРы или сертификаты. Чисто так. Ну, вроде, ничего не спросили, просто показали и паспорт, и билет. Ну, что, Оля, как? Летим в Португалию? Все на порт! Все на порт! Ну, в общем, ребят, опять, сертификат не спросили, по сути, но у нас как бы, ну, мы по студии на Модейру летим, у нас сертификат есть. На всякий случай, как бы. Вот. Для самых отчаянных могут, я думаю, без сертификата попробовать полететь. Но все-таки лучше, какой-то вариант был запасной. Вот. Да и ковид-тест у нас тоже были. Немножко просрочены, но как бы были. Так что все, ноу-проблем. Летим в Лиссабон, в солнечную Португалию. Вот такую прекрасную музычку мы вылетаем в Лиссабон. Вы не забывайте ставить лайк, если вам понравился данный выпуск из Барселоны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в Португалии. Пока что, ребята, самый легкий проход был за нашу историю путешествий. В феврале. Прилетели в Лиссабон, никаких проверок и ничего не было. Все зашли и спокойно вышли. Вот уже выход в аэропорт. И все, можно гулять. Но за несколько дней я увидел, что карта Португалии на сайте Reopen Europa покрасила в серый цвет. А раньше все было в таком бордовом-красном. То есть там большой риск заражения было, все такое, и много случаев. А сейчас все серый, возможно, поэтому все сняли. Ну все, мы в Лиссабоне, идем исследовать Португалию. Ставьте лайк прямо сейчас, не забывайте подписываться на канал и писать комментарии. Пошли смотреть. Наверное, вас интересует вопрос, как сразу добраться. Добраться можно на метро и также на автобусе. То есть метро расположено вот здесь, прямо вы ходите с аэропорта. Либо на аэробасе. Вот, либо первый автобус, либо какие-то ходят еще автобусики. Но я решил добраться на метро, так он дешевле вроде. Где-то около 2 евро я смотрел на сайте. А по факту мы сейчас узнаем. Поехали. А аэробус стоит 4 евро. Ну, в общем, а теперь рассказываю, как купить карту, чтобы доехать до города. Выбираем английский язык. Карточку одну. Континью. Тут есть выбор карт. То есть это один проезд и есть вот на 24 часа. Это вроде там с каким-то паромами. И это даже до синтра вроде работает. Вот, поэтому покупаем просто один билетик. Континью. Сама карта стоит 0,5 и плюс 1,5 там будет одна проездка. Банковской картой. Прикладываем. 2 евро. Оплата. И получаем билетик. И вот такая полубумажка, полукарточка. И у них, оказывается, сам стульчак из пробки сделан. Реальная пробка у них, видимо, их очень-очень много. Доехали до центра. На розовые ветки идем заселяться. И что бросается в глаза, что на улице вообще никого нету, почти ни души. То ли у них какая-то сиеста, то ли они, не знаю, где находятся, то ли за город все уехали. В общем, ну, вот улиц, смотрите. Это практически, как бы, ну, один из центральных, там, таких, центров. Ну, кто-то, да, сегодня воскресенье, возможно, как бы, связано это с этим. Ну, вот, другая улица, два человека. Тут два. Ну, в общем, заселяемся в отеле. So, do you want to take another something for here? Нет, ничего не буду. Нет, нет? Нет? Нет, окей. В общем, заселяемся много, какая-то шоколадка. Не хочется нас заселять, в общем, заселение тут 16.30. И какая-то недовольная, мы хотели вещь стоять просто, чтобы пойти погулять. Но тут очень проблемно, короче, да. По-одному пускают, у нее свитшотка была закрыта. И все. Ну, все, погнали. Сейчас многие спрашивают меня, как можно оплачивать жилье и билеты за рубежом, ведь российские карты там не принимают. Делюсь проверенным способом. По ссылке в описании переходите на сайт и в приложении для организации путешествий One Two Trip. Создаем аккаунт, и для вас открыты все страны мира. На One Two Trip доступна оплата с любой российской карты, любых авиабилетов, отелей, жд-билетов, аренда авто, и даже есть экскурсии, билеты на автобус. За каждую покупку уничтожаются бонусы, которые можно тратить на будущие поездки. При оплате билетов в отеле действует кэшбэк до 15%, а если вы воспользуетесь картой Мир, то вам доступен дополнительный кэшбэк в 20% до 30 апреля, поэтому успевайте. Не забудьте, что при бронировании отеля необходимо выбрать оплату прямо сейчас, так как при оплате в отеле ваша карта может быть недоступна. Оплачивайте в том случае, когда вы на 100% уверены, что ваша поездка или рейс состоится. В описании вы найдете ссылку и промокод, по которому получите скидку в 500 рублей при оплате отеля от 5000 рублей. В итоге вы получаете скидку и доступ к путешествиям по всему миру с российской картой, поэтому торопитесь. Ссылка и промокод на OneTwoTrip в описании. Ну что, ребят, мы в Португалии решили взять такие вот стейки. Супчик, сейчас будем пробовать. Кое-как объяснились на португальском. Ладно, тут чувак, это Леонид знал немножко русский, короче, нам помог заказать. Ну все, всем приятного аппетита. В общем, заснял на телефон, но забыл снять на GoPro. В общем, поели стейк и взяли вот такое вот блюдо. Ну что, типа, не знаю, яиц, молоком, перебитое-збитое. Но вообще очень вкусно. Ну реально самое вкусное, что я вот. Просто белисимо. В общем, что заметил за несколько часов гуляния на солнце очень-очень жарко. О, кстати. Обычный какой-то такой. Одну из главных, видимо, улиц. В общем, что заметил, что на солнце очень-очень жарко, а вот когда захочешь в тенек, то такой прям пронизывающий холодный-холодный ветер дует. И поэтому, ну я не знаю, тут как бы на солнце можно и в шортах сидеть, но если вот по таким теням ходить, ну а если ходить по некоторым местам, то реально можно как бы замерзнуть. Поэтому взял с собой куртку и идем гулять по достопримечательностям Лиссабона. Очень много изделий у них продается из пробок. И вот тут выставлен такой экземпляр. Какое-то, не знаю, дерево, не знаю, из чего это, но кора реально толстая. То есть у них этих вот разных изделий очень полно. сумки, ремни и так далее. Кошельки, такие вот чепчики можно делать из пробок, прикиньте. Это реально и все из пробки. даже сумки, смотрите, сумки из пробок, но это просто нечто, какого-то береста реально. это даже рискожий внутри. Блин, девчонка, вообще повезло, считаю. Но и ценник вот всего 24 евро такая, но она, наверное, со временем замнется. О, окей. Вот даже скидочку предложили 10. Это тоже из пробки, что ли? А нет, это не из пробки. Ну, в общем, прикольно. Такой вот кошелечек. Внутри кожа, да? Ну, типа, ну, не кожа, дерматин, типа, да. Ну, как бы, снаружи все из пробок, прикольно. После сытного обеда мы отправились на площадь Россио, через площадь Мартин-Маниш. Площадь окружает здания 17-18 века, в которых сегодня расположились многочисленные магазины, кафе и рестораны. За столетия своего существования площадь повидала многое. Римляне на этом месте обустраивались свои ипподромы, после проводились бои быков, фестивали, военные парады и даже смертные казни. Ну, плиточка, конечно, выдает Португалию и яркое-яркое солнце в феврале 20 градусов, даже, наверное, больше. Погода очень теплая. Кто-то вон вообще в платьях гуляет, кто-то в футболке. Ну да, в куртках мало людей. Кафешки расположены. Но, честно говоря, такая дорога немножечко выбешивает, когда брусчатка одна. зашли в церковь недалеко от площади России в Лиссабоне. И, честно скажу, мне даже здесь нравится больше, чем в Барселоне, например. Там, заходили там в базилики, потому что есть такие, ну, реально, вот сразу видно очень древнее сооружение. Рядом с площадью Россию находится церковь Сао-Домингос. Это большое чудо, что барышная церковь, построена в 1241 году, до сих пор стоит, ведь она пережила землетрясение 1755 года, а затем и пожар 1959. Сао-Домингос. Зашли первый раз в магазин, посмотреть, что вообще у них тут есть. Единственное пункт, это вот у них местное, называется Pastel Donato, то есть можно взять такую вот за 2 бакса. Так, ну, здесь особо ничем не удивишь, всякие тортики, о, прикольные. Так, посмотрим фрукты. Ну, это мы уже знаем. Это у нас Мамоа, типа гуавы, И цены примерно следующие. Ну, пахнут прям вообще хорошо. Сколько я знаю, у них апельсины есть местные и привозные. Скорее всего, это, наверное, были местные. вот такая дынька у нас есть. Ананас, конечно, а вот, ананас. Вот это все попробовать, но оно вроде жестковато что-то. Думаю, надо брать, пробовать. Ну, прикольно, обычно супермаркет, не столько тут морепродуктов разных. Вот, даже какие-то и угры есть. дорадус овелла. О, какая-то, плоская рыба. А это что-то за соленая, что ли? Прикольно ценник вот такой следующий. 5 баксов, вот, считайте, 5 евро, то есть 400 рублей из двух сочек. О, вот это да. по поводу пива, у них сказали до этого вроде местная марка Sagres, нужно будет попробовать. И есть какие-то различные пива. Ну, вино обязательно нужно сегодня взять на вечер. Это 100%. Ну, вино начинается даже от что, от трех есть, от четырех. от трехсот двадцати рублей, короче, ну, я думаю, здесь прям вообще топчик. Краснодар Отечеется, как метод из детей деле, как то, что с как из там стыдно а здесь находится лифт сан хуста вроде называется лифта жан хуста является лифтовым подъемником сконструируем двадцатом столетии главная задача достопримечательности заключалась в том чтобы помогать пешеходам покорять довольно крутой склон попадая из нижнего города в район шоаду в общем узнали подняться стоит примерно 6 евро на данном мосту а мы отправляемся дальше но обстановка просто балдежная все такой музычкой но я так понял можно вроде туда подняться наверх на дом и пройтись оттуда но подниматься 6 евро еще стоять в очереди но конечно не хотелось бы кого есть много времени тот может а мы сейчас хотим постараться дойти до побережья до реки пересечь реку на пароме и подъехать к статуе христа и как называется санта христо вроде но нужно будет глянуть сколько стоит у них там паром и вообще можно ли добраться так на пароме но по гугл-картам вроде как можно поэтому идем туда вот такси он от него не хочет прикольно на цвет такое черное и сверху такого бирюзово-зеленая хуэта а вот такие старые трамвайчики они ходят принципе по всему городу уже наверно штук шесть видели но еще не катались целом выглядит прикольно одно из самых красивых европейских площадей считается лиссабонская про саду коммерсию с которой еще в 15 веке начиналось активное развитие города касающиеся знаменитых географических открытий именно в эти годы начинает строительство порта и административных сооружений имеющих связь с морской торговли годы процветания лиссабона в порт причаливали корабли сокровища из португальских колоний ну прям вообще бразилия бразилия и 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 за и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Паром обойдется примерно 1,3 евро в одну сторону Можно сразу взять билет туда-обратно Вот Основочки я напишу В описании И когда приплывете на эту часть, получается С этой стороны реки То можно добраться либо на автобусе Либо на поезде Поезд как в виде метро Метро вроде стоило 85 центов Автобус Мы оплатили у Самого водителя и вышло в целых 2,4 евро Что очень-очень много В общем, ну Немножечко, так сказать, лоханулись Надо было ехать на метро Поэтому, если вы соберетесь Советую Брать сразу, как прийти Билет на метро, туда-обратно Вообще, что странно Что у данной статуи Еще есть часы работы Не знаю Памятник уходит На отдых Либо что Но Статуя работает с 10 до 6 вечера Сейчас она с полшестого Поэтому вот Последние, так сказать, мгновения Успели Но мощно-мощно выглядит Конечно На фотографиях, кажется, такая маленькая Но Когда подходишь Ну тут реально Как словно какой-то небоскреб Тут непонятно Можно ли пройти или нет А, ну тут просто стекло Блин, ну виды здесь, конечно, шикарные Открываются Позади меня Кристо Рей И здесь Ну, по-моему, даже еще круче вид Словно реально В каком-то, не знаю Сан-Франциско Я все думал В Стамбуле Очень мосты похожи Но здесь прям реально Можно сказать Точь-в-точь Подвесные мосты Мост называется 25 апреля, кстати Идея постройки статуи Христа Возникла в 1934 году Когда патриарх Лиссабона Побывал в Рио И увидел монумент Христа Искупителя На горе Карковадо Его настолько впечатлил этот памятник Что прибывший обратно в Лиссабон Он заручился поддержкой епископов И городской власти Чтобы построить подобную статую К 1941 году Был куплен участок земли У реки Тежу Но процесс забора денег Памятник на построек памятника Длился 8 лет Патриарх начал сбор финансов По принципу с мира помитки Приветствовались любые пожертвования Со стороны жителей Главный посыл звучал Как спасти Португалию От участия во Второй мировой войне На возведение памятника Потребовалось 10 лет Архитектором статуи Христа в Лиссабоне Стал Франциско Франко Весной 1959 года Стоялось официальное открытие монумента Общая высота памятника Христа в Лиссабоне 110 метров Высота статуи Иисуса Составляет 28 метров Это всего на 2 метра ниже Чем в Рио-де-Жанейро С помощью лифта Внутри основания монумента Можно подняться на смотровую площадку С обзорной площадки Открывается чудесная городская панорама И вид нам пост 25 апреля А с помощью бинокля Можно даже увидеть дворец Пена Что находится в Синдре Но мы поистим его завтра Мост 25 апреля Является висячим мостом Соединяющий Лиссабон на севере И Алмаду на южном берегу Реки Тежу Мост пересекает место В падении Тежу В Атлантический океан Он был открыт 6 августа 1966 года И считается одним из самых длинных Подвесных мостов в мире До 1974 года Конструкция носила имя Антонио Салазара Однако после революции Красных Гвоздиков 25 апреля Она была переименована В честь этого Знаменательного для Португалии дня Посмотрели Кристю Рей И отправляемся обратно Надеюсь, сейчас автобус придет Так как тут совсем непонятно Где садиться и куда ехать Номер у нас следующий получился Ну, честно, такси отель Воды горячей практически нету Но, так как Ира не поехала Номер стал с такой Но он недорогой За два номера То есть за две ночи За два номера вышло Два по два Десять тысяч там Десять шестьсот Вроде семьсот Ну, в целом нормально Можно жить О, тут еще Это у нас работает у меня Но в другой комнате Что-то не особо И, кстати, тут вид Знаете, куда? На улицу Ну, что, друзья мои У нас сегодня новый день И мы отправляемся на мыс Рока И в Синтру Ну, что, ребята Решили взять билет Берем билет до Кашкайша И до мыса Рока И до Синтра В общем, выбираем английский язык Тыкаем Один И вот это вот метро На целый день действует Во все эти Насовываем карточку И вот какая карточка дается Ну, они одинаковые Там, независимые Главное, не потерять Ну, все Ну, метро у них такое старенькое И ходит довольно-таки редко Один, примерно, поезд Раз в 15 Где-то 20 минут Что очень долго По моему мнению Вот сидим уже ждем Минут примерно 12 В общем, каждая станция метро Украшена по-своему И здесь тоже Что-то в виде плитки Азюлежа На других метро И всякие карикатуры И другие Тут, видимо, какие-то зайчики Сели первый раз на поезд До Кашкайша Сейчас покажу Как это все выглядит И мы все едем По общему билету За 10 евро В общем, чувак проверял у нас билет А сейчас находимся уже в Кашкайше Небольшая пересадка у нас будет на автобус Добро ездить отсюда на трамвае Купили проездной билет За 10 евро и 70 центов И он сразу действует по синтере Вроде по Кашкайшу Но насчет 403 автобуса Я не знаю Который ведет нам и срок Сейчас будем пробовать Нужно перейти Вот тут через этот Торговый центр Где-то сесть здесь На 403 автобус Ну все Поехали Вау, ребят Ну мы просто не удержались Решили сразу Не садиться на автобус До Ромы Сорока А Посмотреть на набережную И это мой первый вид на океан Точнее первый раз Когда я прям к океану подойду Близко-близко А находимся мы Получается в городе Либо пригороде Называется Кашкайш Смотрел несколько видео Ой Тут прям такой песочек Причем смотрел несколько видео И насколько я знаю Это такой пригород Где проживают Ну такой в общем Очень комфортабельный пригород Либо город Недалеко от Лиссабона Где проживает много Экспатов В общем ребята Вынужденная мера Прошел я метров 10 И сразу все вот мои Новые кроссовки были О, как, блин Вот это реально топчик Подсмотрел у других туристов Я прям снимаю Так идут Так что думаю тоже Сняем Хоть потрогаем Океанчик Так сказать Ну что А пробуем Атлантический океан В деле Уху-ху Я на водичка Холодная Скажу я вам Это не лето У тебя тут летом Наверное тоже холодное Ну пляж просто шикарный Песочек Ну прям И береговая линия Такая длинная Ну просто нечто Ну все Можете меня поздравить Мой первый океан В жизни Атлантический Попоили собачку Но она первая Сама нажила Ну вот Можно добраться На 403 автобусе До мыса Рока Я не знаю Вот Кабо до Рока Наверное это будет Остановочка И остановка Получается Находится Не как по GPS Вот здесь да А вот чуть дальше То есть нужно Загибочка Пройти Поворот И будет Ну все Ждем автобус Я Надеюсь Наконец-то Друзья мои Добрались До мыса Рока Как я увидел Всех на видео Здесь очень Такой пешеный ветер И это реально Правда Хотя и погода Как солнечная Прям солнце печет Но ветрище Тут такое Хорошенький Тут у нас расположен Маяк Я не знаю Попробуем к нему Добраться И после уже Сходим на пляжик Какой-то пляж Де Урса У них есть И сам мыса Здесь В общем Это самая Западная точка Можно сказать На краю света Находимся Погнали Чтобы вы понимали Какой здесь ветер Даже не знаю Стоит ли дрон Запускать здесь Но я думаю Ветер удерживает Главное Близко Не полетать Никуда Блин Ну место реально Необычайное Такое энергетическое Советую к посещению Вначале думал Мы отсюда не доберемся Но все-таки Добрались Добрались на 403 автобусе Из Кашкай Кашкай Вроде как он Кашкай Вроде называется Да И отсюда же Можно на этом же Автобусе Доехать На Синтру И там уже Попробуют Там не знаю Дворец Пена И другие Разные дворцы Мавру В общем Ну все Давайте полетаем На дроне Надеюсь Он меня не улетит Никуда Полетели Не в общем Ну С дроном Тут очень плохо Я думаю Не стоит летать Он вообще Еле держится Короче Мыс Рока Является Самой западной Точкой Континентальной Европы Римляне Называли Его Промориум Магнум А в эпоху Великих Географических Открытий Именовался Мысом Лиссабон Мыс Находится В 40 Км Запада От Лиссабона И 18 От Синтры В национальном Парке Санта Кашкай Высота Скалы Составляет 40 метров Над уровнем Атлантического Океана На возвышении Находится Маяк Почтовое Отделение Ресторан И магазин Сувениров Где Продают Свидетельство О посещении Мыса Рока Но В наше Время Все Было Закрыто Это Замечательное Место Для того Чтобы Почувствовать Себя На краю Света Насладиться Шумом Волн И Потрясающими Пейзажами Дрон Конечно Калашматило Туда Сюда Так что Ребят Ставьте Лайк Подписывайтесь На канал Пишите Комментарии За Такие Астросюжетные Съемки В опасных Местах И самое Главное Забыл Фотографироваться С этой Табличкой Следующие Координаты У нее И Это Являет Самой Западной Точкой Европы В общем Я перво Слышу Как шумит Прямо Ветер Вообще Сильный Сильный Ветер Слышите Просто Жесть Мы Хотим Добраться Туда Я Не знаю Можно Ли Пройти Здесь Но Тропинка Тут Можно Быть Вообще Маяк Оттуда Но Наша Команда Немножко Всеканула И мы Решили Пойти Так Начинается Самая Интересная Часть Для Меня И Наверное Для Вас Сейчас Попробуем Пройтись Вдоль Тропиночек А Здесь Оказывается Ничего Нет Облом Мы Думали Что Можно Пройтись Туда Но Оказывается Что Нет В общем Собрались Добраться До Первого Пляжа Называется Как там Каса Де Ореро Вроде Еще Следующий Какой-то Урса Но До Него Навер Не Дойдем Так Возвращаться Сюда Придется На Остановку Либо Выходить Куда-то На Дорогу И Ловить Так Что Идем До Первого И Вам Совет Если Вы Сюда Приедете То Обязательно Берите С собой Попей Там Не знаю Вино Пиво Либо Там Чай Ну Какие-то Фруктиков Мы Взяли Так Что Посидим Почилим Полюбуемся И Поедим Заодно Но Все Пошли Пробираемся Сквозь Дебри Шмель Летает Ну Виды Просто Сказочные Интересно У них Сосны Не знаю Это То ли Мертвое Дерево То И Че Вот Такие Густые Как будто Их Мох Окутал И Что Но Не знаю Сосна Не Сосна Необычно Короче Фонали Какие-то Деревья Есть Не знаю Ну Там По-моему Лавровый лес Он Называется Тут Просто Как-то Мухом Все Порошил И Такие Невысокие И Непрямые Деревья Фух Встал Жить Вау Фигай Себе Такая Скала Волн Смотрите Какие Большие Ничего себе Это На таком Расстоянии Видно Прикиньте То есть Они Блин Не знаю В размере Наверное В раз Десять Смотрите Вау Нифига Тут Реально Видимо Серфить Прям Не знаю Как Рядно В этом Месте Но Видимо Атлантика Дает Большие Волны Супер Ну а Сейчас Мы Добрались До Города Синтра Такое Необычное Звание Словно Из Игры Престолов Не знаю Там ли Была Алисин Давно Кочет Средневековая Вот Приехали мы После Мы Сорока И решили Отправиться В дворец Пена Возможно Пустим еще Дворец Мавров Если будем Спать По времени Как же Добраться До туда Добраться Можно На автобусе Но все равно Там придется Еще минут Двадцать Ити Пешком На Четырест Четвертом Автобусе И Также Может Добраться На такси Но Для вызова Такси Нужно Специально Там Какое-то Приложение Скачивать У нас Как в Интернет В роуминге Поэтому Решили Доехать На автобусе Немножко Пройти Пешком Обратно Я думаю Может быть Поймаем Такси Там Сразу В общем Если Пешком Идти С Синтра То За 81 Минуту Можем дойти Надеюсь Здесь Он и останавливается В общем Сели На 403 Автобус И Вот Сфоткали Такую Вот Карту То есть Билет Стоит 11 Евро И Можно Кататься По Всем Этим Маршрутам По Всем Автобусу То есть Тут Три Автобуса 433 34 35 То есть Как Вот По Сути Три Круга Ребята Обратно Будет Очередь Вот Примерно Такая Просто Жесть Но Зато Не надо С пушком Сходить Сразу Можно Ити Сразу Доезжаете Идете В дворец А Вон Он Сверху В общем Посмотрели Мы Цены Цены Аховые Так Сказать То есть Тут Есть Получается Назад Сейчас Дворец Пена Парк Пены Мориш Кастел Какой Национальный Дворец Сентры Парк Ипалас Монсеррат Национальный Дворец Исады Сады Еще Что-то И В общем Вот Это Стоит Целых 14 Евро Это Просто Жесть Какая Там Кита Дворцы По 8 Ну Дешевый Но Самый Главный 14 Евро Но По-моему Это Перебор Сейчас Будем Пробовать Как Пройти Так Бесплатно Или Полетаем Хотя Бо На Дроне Другой Это Жирность Никому Что И Прыгает И Плывал Летает Это Вот Здесь Видели А Это Маленькая Птичка Ничего Видели Размер Чика Типец Она Короче Прям В траве Бегает И Взлетает Я В шоке Вот Такого Размер Чика Было Прикольно Зашел Я Сюда Я Думаю Понимаете Зачем Сейчас Я Думаю Плит Блин Тут Тоже Никак Не Взлететь Такие Блин Какие Густые Деревья Короче В Разные Стороны Хотел Взлететь На Дроне Посмотреть Как Там Че Будет Видно Но Не Знаю Получит Или Нет Давайте Сходим Туда Наверное Синтра Синтра Это Небольшой Старинный Португальский Город История Которого Насчитывает Более Одиннадцати Веков Расположен Он Двадцати Трех Километров К северу Западу От Лиссабон Здесь Множество Экзотических Парков Вековых Лисов Замков Дворцов И Монастырей В 1995 Город Был Объявлен Памятником Мировой Культуры ЮНЕСКО Национальный Дворец Спена Выставленный В романтическом Стиле Пожалуй Самая Яркая Достопримечательность Синтра В шестнадцатом Веке На месте Дворца Стоял Монастырь Построенный В честь Рождения Наследника Короля Мануэла Первого Но Обитель Была Разрушена В результате Заметрясения 1755 Года Уцарела Только Копыла И алтар В 1840 Году На месте Развали Начали Подводить Дворец Который Замок Не может Не бросаться В глаза Он Стоит На холме Над городом И в ясный День Виден Даже Слиссабона Рядом Расположены И другие Известные Достопримечательности Но Так Как Мы Были Здесь После Обеда Мы Чисто Физически Не смогли Все Объехать Поэтому Я рекомендую Сюда Приезжать Минимум На пол Дня А Лучше На целый День Цены Конечно Не Детские Но Все Довольно Кое-как Здесь Полетал Взлетел Там Получается В деревьях Приподнял Здесь Дрон И туда Взлетел Там Спокойно Было Ну Все Ну И Минутка Самой Полезной Информации За Короткое Время Если Вы Хотите Приехать Сюда То Лучше Приезжать Сюда На Целый День Прям С Ранья Покупать Билет За 11 Евро С С С С С До До Синтра Тоже Надо Добраться И После Уже Получается Приезжаете Сюда Покупаете Билет Он Действует 24 Часа И Идете По Всем Достопримечательностям Вот На Дроне В принципе Можно Полетать Но Недалеко Пролегает Зона Аэропорта Поэтому Я просто В нее Почти Влетел Но Вылезло Предупреждение Что Немедленно Покиньте Ее Вот Ну Покинул В принципе Все Проблем Не было Но Проблем Со Взлетом Есть Площадка Еще Более Менее Чистая Можно Влетать А в Других Местах Более Скрыто Как Я Обычно Это Делаю Там Одни Деревья Причем Тут Деревья Такие Развесистыми С разными С большим Количеством Ветвей Поэтому Взлетать Очень Сложно Что По Билетам По Билетам Стоит Минимально От 6 8 Евро Ну И Такие Простенькие Места И 14 Евро Если Ити В Главный Дворец Пена Вот Это Вот Замок Разноцветный Желтый Красный Вот Смотрите Сами Можно Погулять Вроде По Саду Но Вроде Вход В Сам Это Тоже Как Бо Не Будет Но Можно Комплексный Билет Зать За 14 Евро Здесь Сразу Сады И Пена Вот Что По Автобусам Как добраться Добраться Можно В таких Вот Каретах Так Сказать Есть Такси Обычное Такси И Есть Автобус Который Гроз За 11 Евро У Него Там Что Два Или Три Маршрута Один Из Них Ходит Только По Желтому По Маленькому До Дворца Пена И Обратно А Другие Более Ну В Другие Места В И Пишите Комментарии Со Словом Португалия Ну В общем Это Называется Рида Дегай Как Там Называется Рида Дегалейра Короче Тоже Остановка Ну Лучше 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 Англ Оставка supplement и это у них просто обычный вокзал ну и напоследок дня мы подошли кто риды б били называется вроде но скорее всего она уже закрыта поэтому полюбуемся так со стороны если соберете идти в башню тори были он то вход стоит 6 евро работа на вроде до 8 до 6 часов до 17 00 и можно подняться сколько я понял на ту смотровую площадку и посмотреть там но по-моему 6 евро этого не стоит можно просто прийти посмотреть знаю я конечно дроне не полетал либо дать на дроне как налоги сверху в принципе и все но что интересно что здесь такая как есть группа достопримечательностей это жирон не муж получается монастырь сколько понимаю потом мозаика роза ветров а вроде называется и там памятник первопроходцам в общем и рядом там все еще можно поесть знаменитые какие-то устрицы которые тоже отметил но давайте спойдем туда из там ничего не закрылась то еще и посмотрим там в общем находится это все получается с этой стороны моста то есть лиссабон находится той стороны но основные основной центр как бы исторический а по эту сторону то есть находится вот эта вот группа достопримечательностей и вот кстати вчера мы там были на крест ура и вон с эти статуи видно да кстати садится самолет но и под конец мы подошли памятнику первооткрывателям и был в шоке что есть реально изображена карта современную чай я думал тут более такая древняя но как современного мира то есть все америки есть тут португалия конечно же подписано так что мы находимся в португалии а туда же модера подписано а то есть все их колонии до 3 а кора зато получается азоры терра новая не знаю что это бразилия чудо подписано нет не до порту сигару а это куда они на плавали открывали в ком году канония до прата и все и наверное видим где-то индия должна быть и добычу а то есть смотрите вот все в африке не были ком году открыли мадагаскар ничего себе и вот тут получается индия тут дома у гость колец тут а малага о зрении докуда плыть даже до туда чего и макао сырье оказывается ты их что ли но в общем прикольно но по-моему даже круто увидеть наверное это с дрона но жалко что я на дроне уже не полетаю уже ночь темно тут как бы аэропорт недалеко он даже видно сможет приземляется но место прикольно и еще тут находится прямо рядом жероним уж сейчас мы тоже постараемся таскать на просто снаружи посмотреть так как он работает но как бы в будни рабочие часы и что еще понравилось что у них вот повсюду такая вот плиточка есть но что интересно она вообще даже не скользко как-то не знаю очень странно сделано чем такая сушевенькая и когда идет дождь она ну не скользко мог что мы такие цвета ну не знаю как это вам передать но довольно таки как-то необычно когда первый раз увидел мне очень понравилось вот и здесь собственно памятник первооткрывателям сколько они по не понимаю что они стоят не знаю как будто на корабле что и видит какие-то не знаю острова новые которые могут открыть в общем прикольно можно постоять просглядывать все меня мучает догадка что ждут такое общем тут некоторых текол почему-то тут какие-то строительные леса непонятно что да чем думая что тут происходит что тут вообще есть но оказывается особо ничего на общем по фотографиями я смотрел мне показалось что тут какой-то собор типа из гарри поттера прям реально там копия типа ну и конечно же стоит посетить жероним уж место в которое хотел как сильно поехать но не успели так как поехали в синтру и нам и срока сегодня но в принципе не особо жалею что съездили сегодня на мы срока или в синтру так очень много места успели посетить посмотреть принципе ну прям доволен по программе обычно когда путешествуешь ну как бы ни один компании то ну редко успеваешь короче посетить все что намечено но в этот раз довольно таки плотненько мы смотрим посещаем мест но зато будет повод в общем вернуться мы отправляемся уже в аэропорт кстати были выходные тут вообще не было людей прям вообще пусто было сейчас прям ну реально тьма тьмущая почти в москве наверное не знаю с чем это связано конечно но как-то вот так вот ну знаете очень удобно у них что есть метро в лиссабоне можно сразу на метро доехать до аэропорта в принципе не во многих городах такое есть и блин это ну реально плюс быстро добраться и экономно один проезд стоит у них вроде полтора примерно евро и плюс карточка можно один раз купить дом и пополнять но мы брали проездной билет на 24 часа поэтому по нему же если поедем в аэропорт в принципе вчера откатали его вовсю но все ребят мы отправляемся на мадейру как понять что мы в португалии есть просто очень много чуваков с серфами ездит и довольно необычно я начале подумал может сноуборд а вот он вспомнил здесь реально занимаются серфингом все мы отправляемся на мадейру вылет из терминала 2 я так понимаю это чисто внутренние линии в общем у нас терминал 2 насколько понимал где-то выход вообще на улице в общем пойдем узнавать в общем совсем необычно но чтобы добраться до терминала 2 у них нужно либо наверное как-то пешком проехать либо на автобусе вот терминал 2 автобус едем в аэропорт первый раз на автобусе куда-то ну все ребята году или терминал 2 мы отправляемся в 12-15 на мадейру и вот такой небольшой в них аэропортик чисто видимо лоукостер вот это и не перас вижу зелененький но мы летим вот на изи джейте ну тут все так же настаём бординг пас сканируем и проходим дальше ну что ребятулечки мы вылетаем на мадейру в принципе про проверочку прошли никакие тесты вообще ничего не спрашивали также онлайн регистрация и все но был шмол немножко по сумкам но нас не проверяли год нам большие сумки пыли то в принципе все нормально и в этот раз мы летим на изи джет в принципе вроде обычный самолет но вроде мест не так много в общем ребят я в шоке мы оказывались на остров где-то летим не знаю точно ли это мадейра или нет но в общем у нас небольшая заминочка вышла в шоке 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 мы уже второй круг кружим вокруг модера и никак не можем сесть видимо то ли из-за какого-то ветра сильного то ли что но в общем проблема как осуществует везде сразу рванули в туалет но я считаю главное чтобы мы не полетели обратно главное чтобы сегодня сели и даже не рано поздно пусть даже поздно но главное чтобы летели на мадейру так как у нас планы грандиозные илюха нас ждет будем кататься завтра целыми днями и через два-три дня через три дня получается улетаем обратно в португалию в общем надеюсь все будет хорошо в общем случилось полный трындец сказали что мы летим обратно в лиссабон и сегодня как бы рейсов не будет поэтому что-то у нас модера накрывается медным тазом никакой информации они не дают сказали по прилету в лиссабон став персонал якобы ну в аэропорту вам все объяснит что как делать ну в общем полный трындец короче садимся бля опять на материковая португалию в лиссабон ничего не хотят объяснять будем узнавать уже по факту в аэропорту что то как но конечно настроение не испорчено воли сегодня еще день рождением все же до полный трындец так что даже мы замене на измене не знаем что делать на все и и и И теперь мои руководители говорят с ЕZ-Jet, потому что в следующем поле.